Девушки отдыхают В котором накануне Челси вырвал победу на последней минуте у Доттенхэма В котором в воскресной программе три матча Один вот наш и двух других мы не будем касаться Мы это дует комментаторов, который приветствует вас из студии канала НТВ Плюс Онлайн Артем Шмельков и Юрий Розов Всем добрый вечер, добрый английский футбольный вечер Нас ожидает не всяких сомнений Капитаны команд Ириан Ри и Стивен Джерард Тепло приветствуют друг друга Естественно все уже в игре Все их партнеры И нас ждет конечно принципиальнейшее соперничество команд Которые не далее как в среду По-разному закончили свои ответные матчи Одной восьмой финала Лиги чемпионов Обладатель, действующий обладатель трофея сложил свои полномочия Ливерпуль Но Арсенал наверное во многом сенсационно В основе двух матчей произошел Мадридский Реал Я кстати по самую среду работал вместе с Василием Мухином Матч Арсенал-Реал Ну и не делаю секретно, что не имея симпатии Тономира в английской премьер-лиге особенно Очень хочу, чтобы мечта Арсена Венгерова и Гитлига чемпионов сбылась И потому хотел Чтобы в этом году Арсенал Ну по крайней мере бы вышел в финал Так вот мне хотелось тогда сказать Когда счет 0-0 был зафиксирован Здесь на Хайбере Король умер, да здравствует король Имея ввиду, что Ливерпуль уже выбывает Но нельзя было этого делать Потому что трансляции шли в параллель Так что вот уважаемые телезрители Если позволительно немножко спустить пар перед этим матчем То это сделано Команды уже на поле Ну и переходим к ознакомлению вас с составами этих команд Тренер Арсенала Арсен Венгер Сделал лишь одно изменение Сообразно Матчу против Реала Да и то до известной степени вынужденное Рейс не вполне Может сегодня играть И потому его не было даже в заявочном листе Итак, Лемон в воротах Оборона слева направо Фламиди 16-й, Сен-Дорос 20-й Коло Туре 28-й, Эбве 27-й Болозащита по тому же принципу Юнгберг 8-й, 19-й Жилберту, 15-й Фабрегас, 13-й Глеб Ну и в атаке Эммануэра Дебайор, 25-й номер Может быть спорная достаточно расстановка, но пусть будет так 14-й Хаби Алонсо 16-й, прошу прощения Хаммонт 2-й номер Кронкамп И впереди Чуть оттянуто сыграет Луис Гарсия И на острее 15-й номер Питер Крауч Давненько Луис Гарсия не выходил В матчах английского чемпионата Эшли Коула, Свена Йоррона и Эриксона Оба при прекрасных дамах Ну а по поводу расстановки Ливерпуля Присутствие Жерарда на любом из флангов Не может выглядеть сенсацией Он сыграет где угодно, где нужна команда Мы с Артемом перед трансляцией допускали мысль Что вот эта левая бровка, да В позиции левого инсайда, что ли Она будет общей для Джерарда и Луиса Гарсии Потому что при прочих равных все-таки Тяг к этому флангу он испытывает Но это наше предположение На самом деле самой большой задачей Из средств электронных перед матчем Было определить арбитра встречи Скажу вам так, что Ряд сайтов предположительно Обещал Стива Беннета на эту игру Но, как видим, трансляция уже началась И арбитра мы еще не видели Хотя вот сейчас, в эту секунду Поступает подтверждение, что именно Стивен Беннетт будет этот матч судить Что касается уже сказанного Относительно Стивена Джерарда Небольшая такая полемика была Развернута перед этим матчем И Рафаэль Бенеттес Заверил, что действительно Джерард, естественно, сыграет там Где будет нужно команде А Джерард, в свою очередь Заметил, что вполне может вернуться И в правую центральную зону полузащиты Где ему вполне комфортно игралось Чуть раньше Так что этот парень, конечно, сделает все Ради того, чтобы Его партнером игралось Как можно комфортнее рядом с ним Все сделают все Привычно низкая постановка камер Обилие крупных планов Полная передача градуса игры Все это могут гарантировать английские телевизионщики Встреча проходит на стадионе Хайбори Стив Беннетт главный арбитр встречи В этом сезоне в Премьер Лиге судят чаще всех Это его 24-й матч В 23 предыдущих 84 желтые карточки 6 красных Без малого 4 за игру В прошлом году, когда Стив Беннетт создал себе прекрасную репутацию И вошел в число, ну, наверное, топовых арбитров европейских Он был куда более лоялен Стражи в этом году Хотя большинство английских арбитров с именами Как раз в этом сезоне судят не так строго Но это опять же не прогноз, а просто констатация фактов Поехали Стартовый свисток Начинает арсенал с центра поля И Буэна из Сан-Дороса И тот ищет сразу длинным пасом адресата Находит его в лице Адебайора А Ливеркуль уже всей командовал своей штрафной Практически всей там нет Краучи и Луиса Гарси Пас в свободную зону Эммануэль Абадабайор туда врывается Кстати, вот он хоть и не играл против Реала Но в эту зону очень часто темнокожий, высокоростный игрок врывался И был-то никто иной, как правый защитник Эммануэль Эбуэ Кстати, блестящее впечатление оставляющее по своему выступлению С моим обычным, даже не скажу напарником по английскому чемпионату А смельщиком, скорее, Владом Батурином Мы как раз вот днями буквально обсуждали его игру И Влад резонно, на мой взгляд, заметил, что Главное качество, особенно, что бросается в глаза Умение прибавлять от матча к матчу Заматереет, наберет уверенность Ну, будет мировой игрок, мне кажется Да, и ему, наверное, проще играть от того, что с ним вместе в составе его соотечественник Калатуре И вот они действительно выдали Оба замечательный матч в Лиге чемпионов И глядя на чуть более старшего партнера, наверное, Эбуэ действительно готов совершенствоваться И причем семимильными шагами Кавиолонцы играют вперед Крауч уже так застоявшись там Вроде мяч все время у канониров Отошел назад Уорлок через паузу в центр Пока суеты много, поэтому Джерард переводит акцент атаки на правый фланг Там Финнан пока не смотрит на партнеров Разгоняется Передача на Яна Кромкомпа Голландец теряет мяч, но Финнан тут же на подборе Вот они двойные фланги По штрафную попытка ударить со стороны Крауч Вот Калатуре действительно помешал Краучу ударить И немножко болезненным стык получился Но судя по тому, что не обращают внимания Стив Беннер на состояние Калатуре Все в порядке Заиграно, как говорят, да Да, забыто Через Рейну Загудел Хайбери Вот сколько я не вел трансляций Очень люблю этот стадион, честно признаюсь Будет новый стадион у Арсенала Да, новомодный, вместительный Показывает крупные планы Количество прыгающих, размахивающих кулаками Меньше в процентном отношении, чем на любом другом Вот сидит публика и гудит И шум великолепный, тоже сродни этим блистательным крупным планам Адабайор с мячом Кто слева? Должен Мэтью Фламени там подключиться Но пас чуть назад на Анри Откроем компа Уходит Анри Отыгрывается с Фламени И пас был, считаешь, удар Я думаю, что абсолютно точно делал пас Анри Но непонятно, почему он с правой пытался это сделать С левой было бы куда попроще, наверное, вырезать Уходящий, да? От кварталя А здесь как-то очень уверенно, прям в руки Рейни получилось Пабрагас Глеб интересную позицию занимает на правой бровке Он притаился Он и с Реалом играл ближе к правой бровке В центр-то будет уходить неоднократно, разумеется Для боя, освобождая опять-таки пространство Глеб, кстати, тоже, на мой взгляд, очень хороший матч провел с Реалом И самое главное, чего не хватало ему, наверное, это уверенности И в этом матче он ее обрел Я очень часто ставил ему в пику отсутствие уверенности Поэтому не могу с тобой согласиться Не потому, что сейчас спорить хочу А просто я достаточно много нелюсоприятных Ну, не очень, не топовых высказываний о нем По поводу того матча себе позволил Как-то много потерь было Многовато Здесь что, офсайд, да? Ну, здесь, да Может быть, немножко даже поторопился боковой арбитр С его определением Потому что на одной линии, как показалось Здесь был Адебайор, когда стремился к этому мячу Вновь Фабрегас в центре поля Был первым на мяче Юнберг Креди Юнберг играет у такого Джокера Ближе к левой бровке Хотя, в общем-то, как спел Владимир Симеонович Толчкова Это правая Вот, он как раз больше справа играет Дитмар Хаман, Жилберто Силло против него Передача назад Хагалонса открыт Но это видит Финнан, однако, играет по-другому Джерард Потеря Глеб С одной стороны Высокие скорости Но с другой Заметим, что И та и другая команда Отправляя мяч вперед Тут же разворачивает Как бы второй темп по атаке Ожидая То есть такой Немного рваный Получается пока ритм Наверное, напряжение в этом плане сказывается Не торопится Сольные номера выдавать Те или иные футболисты Вот тот же Адебайор сейчас во многом В манере Анри Действует То есть Немножко Полотерствует Вытягивает игроков Соперника ближе к своим воротам А потом Раскидывает передачи У Ливерпуля Третья позиция Перед этим туром была Достаточно серьезный отрыв От проигравшего накануне Тоттенхэма Шесть очков Все-таки игра в запасе Сегодняшняя Поэтому как-то сейчас У Ливерпуля Проблема с попаданием Четвертой лиги Чемпионской Вроде бы невежлива По отношению к команде А вот Арсенала Проблема эти есть Клуб на седьмой позиции Встретил тур То есть встретил на шестой Но Болтон накануне выиграл Да? Вот И поэтому Конечно же Очки терять Арсену Венгеру Никак-никак нельзя Реал-то прошли в этой лиге Но Жребий По-моему еще более серьезная Командочка подбросила Вот Да, Патрик Вера Приедет на Кайбере Домой почти практически Так вот Перед матчем 11 очков разницы Между этими клубами В пользу Ливерпуля При том, что Арсенал Забил по ходу чемпионат На 10 мячей больше К чему я это говорю Последние 10 матчей Ливерпуля Если в клубе считать Нигу чемпионов А английский чемпионат Завершились Говоря букмекерским языком Низами То есть не больше Двух мячей В этих встречах Случалось вообще А в большинстве из них И одного-то Да? Днем с огнем Потому Потому Вот это самое сумо С обилием потери Жорстыми стыками В центре поля Мне кажется Я не знаю Оспорили Согласись, Артем А приорно Все-таки Да, на пользу гостям Да, безусловно Это Больше в их ключе Наверное Так действовать Арсенал вряд ли будет Стараться соответствовать Сопернику В этом моменте И вот мы видим Уже вторая достаточно острая атака И вот первый раз Эбуэ действительно сделал Очень затяжной И качественный рывок По своей правой бровке А здесь тормознули Джерарда Чуть далеко мяч отпустил Хотя опять-таки Зону свободную нашел И тут же на нее вкленился 8 минут Но пока больше центром Игра идет Такое впечатление Что немножко несуразно Но кто ждал другого Шибко прежде всего А дальше все остальное Хамон играет чуть ближе к чужим воротам Пока в глубине Хави Алонса Хорош пас Мы знаем он умеет Да, неловко обработал Луис Гарси Действительно классная Передача на полполе И Анри Вот его первое ускорение Ушел бы только, да Ушел пока на фланг Буквально Ленин Ушел И что упускает Адобайор Какой момент еще, а? Да, сейчас Анри очень Очень с большим запасом Обошел Хьюипе И финский Опытнейший защитник Который, кстати Был под вопросом Накануне этого матча Его участие Его здоровье было Не стопроцентно В чем проблема У Адобайора В чем? Как-то получилось так Что он мяч из-под себя Будто бы выгребал Тот и не подпрыгивал Особенно мяч Подстроиться не самая Трудная была задача Катил мяч здорово Анри, конечно, и прям в ногу Упустил, конечно, шикарный шанс Адобайор А сейчас Ворнок Но это, наверное, волнение Молодого футболиста Ливерпуля Потому что Хотел вернуть мяч Обратно Рейне А запустил его на угловой Ну что, немножко подбирается К своим К воротам соперника Арсенал Берет инициативу Своей руки Туре И недаром нам показывают Это все Сандерос Как главный, наверное, человек Подает Фабрегас Вот много говорили о том Как Венгер строит команду Сезон пропал Не первые, не вторые Ну и что? Францесс Фабрегас Играющий Да я отвечаю за все Вот на этой позиции Как он заматерить Может за этот сезон При своем таланте Как можешь заматерить Фламени Прошлый год Ну это для кого-то Может было бы хорошо Всего три очка Отставания от Петтенхэма Получать там на 20 рублей Меньше соседа Которого-то упор Не видел еще позавчера Все-таки это надо пережить Согласись, да? Ну вот он расстояние В три очка Которое сегодня покрыть Может Арсенал Одним махом Но мах этот, конечно Дорогого будет стоить Нужно Немного-немало Обыграть Ливерпуль Надо сначала С размахом сыграть Вот что Ливерпуль Конечно, намерен Я думаю, не позволяет В дальнейшем Разочек едва-едва Арсенал не уколол Соперника Момент имел шикарный А Добайоруш Очень просто Спасибо Денихамону, да? Должен сказать Мерсисайце Потому что Хьюипп Опять что-то несуразное На встречном попался Хамон, я думаю Сегодня будет вынужден Очень много Помогать центральным Своим защитникам Потому что Тому же Хьюиппе, конечно Тяжело Восстановившись И той Не факт, что Полностью после травмы Сражаться против Добайора и Анри Двух таких Долговязых Дреблеров Мы ведь Когда смотрим на Анри Он настолько пластичен Что кажется Его рост вообще не имеет значения Да, играет низом А ведь Метр восемьдесят восемь сантиметров На всякий пожарный случай Правда? Сейчас Адебайор Опять какую-то Техническую Несуэразность Совершил Хотел отбросить мяч Партнеру А получилось Чужому И вздохнул Так В разочаровании Хайбере Леверпуле Будет акцентирован На оборону Все-таки Глеб Все-таки Буэ Все-таки Еще может туда Юнгберг Заскочить на чашку кофе Кромкамп И Сандерос На мой взгляд Предельно Оборонительный состав Выставил сегодня Бенитос И тот же Кромкамп Может рассматриваться Как игрок обороны И Хаман Хотя играет Хава сегодня Абсолютно точно Да Кромкамп Ну Выдвинутый вперед форвард И Луис Гарсия под ним Это то, во что Бенитос В кого? Бенитос играл Не один, не два раза И в прошлом году И с кем это давало результаты Мне представляется Может быть Два форварда явных В этом году часто выходили Потому что Луис Гарсия Был право Вот почему Глеб Слушай, а я скажу сейчас Может быть Я вот аплодирую Это Андрей Он, он виноват Он не понял замысла Глеба Нет Пас тончайший был Пас классный Действительно И он ждал Ждал вот этого Выдвижения Андре Между двух защитников Очень хорошо Он ему Выдавал Но Андрей не зря Конечно, благодарит Белорусского полузащитника Но здесь здорово Мяч выиграл Сандерос При помощи Жилберту Но передача длинная Не прошла Наде Байора Как низко приходится Луису Гарсии Опускаться Чтобы получить мяч И потеря Буэ И Буэ пришел За Гарсией Практически к чужим Воротам К чужой штрафной И вот заставил ошибиться Испанца Здесь все спокойно Ихолы Туре И Сандероса Против Крауч Пока справляются Без проблем Эти защиты И очень уверенно Потому что Опа Вот Йонгер Подбегал в бровки По всей вероятности Ну у него Это по-моему Чемпион мира По травмам Полученные в первые 15 минут За последние 10 лет Мне кажется Такого другого нет Он может добегать Первый тайм Но уже хрома И вот Роберт Перес У кромки поля Появляется Для Переса Наверное Непривычно Столь рано Выходить на замену Последнее время Он проводил на поле Неполный тайм Обычно В составе Арсенала Да и даже Не заметили мы Момента травмы Когда мог ее получить Юнберг Да все готов Перес войти в игру И сейчас в ближайшей паузе Он это сделает Ну а пока Ливерпуль Через левый фланг Потихоньку выдвигается вперед Через Хаммона сыграл Ворнок И вновь Ворнок мяч получает Классная передача На ближнюю штангу Выскакивал Луис Гарсия Небольшая проблема Мне кажется у футболистов Со сцеплением Думаешь мог и дождик быть там Мне кажется Слишком часто падают В неподходящий момент Футболисты И вот замена На 15-й минуте Вместо Юнберга Выйдет Робер Перес Никаким образом Наверное не изменится Схема арсенальская от этого Перес гармонично войдет На ту же позицию Левого Хава Наверное да И будет по-французски разговаривать С Матьев Хламени Мне кажется за столько лет Уже Юнбер заговорил по-французски В арсенале Ты знаешь мне кажется Это как Второй государственный язык Должен быть французский А тут едва-едва Ливерпуль По центру Соперника не Пробомбил Кромка Финан Крауч на полголовы Выше Лемона Вот как с таким верзилой Бороться в воздухе Здесь конечно фол Просто в лицо Я еще опершись Вот самое главное Руку на плечи положил Все Человек не прыгнет Уже практически Ох как тонко Опять Ибоэ Нет Ворно потом и не уступит Фора очень большая Да Видимо готов Потрясающий этот Егоарийский Защитник Что Как минимум Не реже Мы видим его впереди Чем на его номинальной позиции Правого защитника А здесь Фол Рейса Прошу прощения Гарсии На Глебе И Анрия Просит всех своих партнеров Заняться чем угодно Кроме как установкой Ильича Он исполнит Этот штрафной удар Ты думаешь будет бить? Я не исключаю На весной передачи Сейчас надо посмотреть кадровый состав Там штрафной Все там красавчики Во главе с Силипом Сандерос Перес Угловой Не больше того Очень много Ливерпульских ног Там было Чтобы мяч Мог пройти Сквозь них Угловой Заработал Перес И туда уже отправился На подачу По-моему Фабрегас Крауч Крауч Пришел Помог И выиграл Этот Угловой Времен был Когда обе стороны Да Опасно играли Поэтому Генет вообще Игру не остановил А Дебайор Ну что Еще будет Час просить Фиксировать Игру рукой Сам виноват Я так думаю Что он на какой-то момент Не то что выпал Вообще Из игровой Системы Арсенала Но чувствуется Этот недельный Простой Везде Чуть-чуть Пиксует Ни разу Мяч не принял Как следует Отпускает Момент упустил Вернейший Игры рукой Хьюпи Подавно не было Так что Зря там Жестикулировал А Дебайор И Вздыхали трибуны Хайбери А сейчас Хороший Адебайор Сейчас прекрасно Пока что действует Передача Как у него Опять в пятку Да Медодачу Глеб вынужден остановиться Возвращает Адебайора Получает ответный Отвор на кого-то Некоторую Непросто Он достаточно Быстронок Низом Штрафную И пошла Атака Ливерпуля От Луиса Гарсиев Адебайор А Джерард Пытался сделать Перевод с фланга На фланг И слишком сильно Там Финнон засиделся И Не был готов К приему Этой Очень сильной Передача Передача Отдавал передачу Но Джерард Конечно Там не мог Никак оказаться Воображаемый Джерард Отдавал Воображаемую Передачу Мэтью Фламине Нет Простите Это Сандаров И куда Вот бежал Бежал Приосанился Разогнался 20 минут Сыграли Момент 1 Был Зато Каковский Да А вот и Кубок чемпионов Это наверное Болельщики Ливерпуля Подвезли Неплохо Исполненную Копию Трофея На матч Остается О нем Только Ностальгировать Поклонникам Мерсесайдской Команды Нет Но каждый год Выигрывать Лигу чемпионов Нельзя Потому Как бы кому ни казалось Сенсационная победа Бенфики Над Ливерпулем Я напомню Что это вторая Британская команда Притом подряд Которая Бенфика Убрала в очном бою Да Матч от ножа Матч смерти был Против МЮ Бенфика его выиграла Да и как очевидится Комментатор Кого матча Скажу что и в Манчестере Смотрелось Ненамного хуже Если вообще хуже Соперника Опа Вот момент Анри Ждет И забивается Все таки ждет Купил он Рейна Или нет Как думаешь Нет я думаю Что От Анри Всегда нужно Ожидать такого удара И как он умеет Его исполнять Это видели Наверное уже не один Даже десяток раз Все зрители Все поклонники Арсенала И Рейна конечно Не мог не ждать Такого удара Конечно И всего один И всего один Кстати остается Забитый мяч До лидера Нынешнего Среди английских Бомбардиров Вечного его соперника Рульда Ваннистов Ну что ж Что называется Поехали по полной Сейчас Ливерпуле Уже воронье Отсиживаться Неслед Где они Хваленые Мерсесайские угловые Которые Двух последних матчей Ливерпуль подавал Больше десятка Что с Чарлтоном Что с Бенфикой Состав другой Правда Там были края Кромкамп Луис Гарсиев Все что сказано Про Дебайора Можно к ним применить Пока Недостатка Игровой практики А это мы все Море по колено Да? Хорошая И в порядке В полнейшем Конечно Слушай Ну здесь Группа попалась Аргентина Голландия Сербия Кот Дива Ух ты Чуй 5 Уорнок Джерард Игры рукой не было Мяч остается в игре Луис Гарсиев И опять Как-то не в попад Притрется Да еще Практики не хватает Чуть-чуть Кламене И в дриблинге Где казалось бы Он силен Да? И в обработке мяча Ничего пока не получается Я бы даже сказал Не силен А просто король Да? В дриблинге На самом деле В Уис Гарсиев Он же на рваном ритме Умеет Не только там На скорости Или на месте Он наверное сейчас Специально заставляет себя Поглубже садиться Своим полузащитникам Чтобы вот почувствовать Вот этот нерф Вот эту Нужную ему сейчас Концентрацию Которая явно ему сейчас Не хватает Уорнок Да И Уорнок Бесхитростно попал Просто в Глеба Хотя Варианты для передачи Имелись у него Сандерос На Переса И Жилберту обратно вернул Немножко подуспокоить А здесь развернули Немножко В правую сторону Вектор атаки Нет Андрей Редкий случай Ошибся Без скорости Финка Обратит тяжело Конечно А как работает Капитан Канониров Потерял мяч И отработал По такому квадрату На ускорении А вот и Кулатуре Полез вперед Хороший Аксенов Пока Первые 25 минут Как вот смена хоккейная Знаешь, отыграли Поехали Гола не забили Но аплодисменты Вот действительно Как будто это пауза Театральная Для аплодисментов Придуманные Назначенные А гол хороший Что теперь Джейми Карагер Играет назад Рейна Филепиа Айгалонсо А вот Джеральд Пришел налево Помогать Потому что тут Бэ кажется Готов сожрать Кого угодно Да, и Бэ Не дал пройти Капитану Ливерпуля Готов потрясающе Конечно Защитник Что называется Очень вовремя Он оказался готов Для состава Арсенала Арсенала А бы своей сборной Не понять Он такую форму Продержит до лета Или нет Джерард Он умеет Эти длинные передачи Выполняет Закрытыми глазами Но сейчас Завернул мяч Калемано Адабайор Ну что ж такое Хоть раз посмотри Куда даешь Глеб Мне кажется К таким передачам Адабайора Партнеры уже привыкли Уже не обижаются Не обижаются Обижаться Не обижаются Просто обидно Если допустим Такую передачу Сделал бы Ну что тут Джерард Или Диди Хамон Атака Атака срывается Адабайор Адабайор Не поняла Сейчас Францесс Абрагас Не пошел Под эту активку Кромкамп Оу Вот мне кажется Что все-таки Это не технические Огрехи Футболистов А все-таки Что-то Со сцеплением Дудс Потому что Ну не может Такое быть Случайно Четвертый раз На протяжении Уже Больше половины Первого тайма Хавиалонсо Джерард Хавиалонсо Но это все Не быстро Пока Продвижение Есть И вот опять Длинная Зависушка На Луис Гарсию А тот Туда даже И не пошел Убуэ спокойно Пропустил Мяч Мау Хотел добросить Адебайора Не получилось И вот уже Хавиалонсо Но это под себя Что называется Моку стоять На ногах Мне казалось Но с удовольствием На землю лег Почувствовал Контакт Вот Доворот далеко 30 Может быть Даже 31 метр Но Хавиалонс С такой дистанции Может ударить Я даже не думаю Что будет Джерард Осполнять Или все-таки он Да Хавиалонсо Отошел Хавиалонсо Пошел Сторожить Отскол Для своего Мощного удара А удар-то не будет Будет подача Кипя Джерард Туда Туда В район Вратарской Ну там Хотя в двое Больше было бы Леверпудлянцев Вряд ли что-то вышло И опять грамоте Магуэ Просто Сделал движение Обманное к мячу Чтобы Немножко Посадить Крауч И тот Даже не подумал Потянуться За мячом И отворот Левон пробьет Полчаса сыграно 1-0 Арсенал Впереди Туре Забросы на Крауч Да Постоянные Вот эти Да еще и без флангов Смотрится бедновато Согласись Артем Да С другой стороны Если бы это работало Не пропускать сзади Да И забивать Переба Тиферамбова После поражения От Бенфики Леверпудлянского поражения Вот У меня на следующий день Ну 5 или 6 раз Пришлось по телефону Беседовать с поклонниками Этой команды И уже начинают С точки зрения ВЕЧ То есть С ученым бизнесом Знатоках Как говорил Поэт Обсуждать вообще Нюансы Мировоззрения И перспективы Рафа Бенитоса Обычные болельческие штуки Никто кстати Никому не возбраняется Но претендовать На роль пророка В этой ситуации Мне кажется По меньшей мере Смешно Правда? То что Бенитос Идет на упрощение На автоматизированность Системы игры Своей команды Иначе говоря Он пытается идти По вектору Челси Просто времени Меньше имел Это вне сомнений Хорошо это или плохо А вот сейчас Опасная ситуация Мог Карауч Попасть бы в угол Согласен-то? Нет, что это Наши недостатки Продолжение наших достоинств Безусловно Да, мяч Оказался за спиной И Сандероса И Туре Тут даже прыгать не стал И варить Я имею ввиду И Карауч Имел хорошую возможность Прицелиться По углу Но не попал Можно конечно Петь о том Что не так просто было Да, этот мяч Направить точно в угол Но ведь в принципе Он там для того и стоит Чтобы непростые моменты Доводить до ума Одного нельзя отрицать Пилерпулт сейчас На счет территории Ведет себя куда активнее Поэтому рискует Нарваться на контратаке О-о-о Тут уж цепление Точно ни при чем Очередная Друг Адебайор Опять присмотрит Куда дает Подарочная передача Адебайора И Первый раз Наверное Недовольная гримаса На лице Анри И все равно Находит себе силы Подбодрить Партнера Видимо Немного Да конечно Сейчас уже нет Такого Сумасшедшего Разрыва Во владении Мячом Как мы наблюдали В первые 15 минут Когда мы Видели цифры 85-15 Сейчас конечно Ливерпуль Пытается По крайней мере Территория Овладеть И преуспевает Мне кажется Да от гола От этого сумасшедшего Прессинга На первых минутах Надо отойти Что называется Время не сыграно В достатке 30 минут уже Но мяч Соперник Ри отдал Или сами вернули Мяч все больше И больше Время Все равно Справа Да Последний раз На хайбере На хайбере играют Эти команды В следующий раз Уже Встретятся На новом Стадионе Лондонцев Потому Наверное С особым настроем Они относятся Именно к этому Противостоянию Несмотря Свои убой Убойные позиции Голом А если бы все зашло А если бы все зашло И первый мяч Это байор И Ну и Ибои просто очередные Весты Зарабатывает Глеб А вот уже Гарсия Своей левой бровки Да И стоило ли играть Через крауч Если Тот не смог Обработать Вполне простую Передачу Крес 35-я минута Первого тайма 1-0 В пользу Арсенала Автор гола Как водится Тири Анри Фабрегас На ваших экранах Ну У Ливерпуля В первом тайме Тоже был Один полумомент В частности У Питера Крауча Хороший Хороший удар Авиалонца Но Немножко Как показалось Сошел мяч с ноги А потому Вот это вот Крутящаяся От Лемона Траектория Ушла и чуть выше Чуть сторону Подстроиться Практически невозможно Да Если бы он на такой Стиле летел бы Встречный Так сказать Он апнул бы Один разговор Да Здесь он Так Глеб Ни разу не пытался Один в один Обыграть Продвижение Интересно Интересно Да Сейчас вот Титром Показали Статистику По ударам Створ ворот Счет Такой же Как и на табло 1-0 Более ни разу Соперники Не попали Точно в рамку А следовательно Толком Не вступали В игру Иголкитеры Систином Здорово сыграл Пас нужен Хороший Пас хороший Удар Луи Сагарси Из убойной Позиции Ну это вот Не скажешь Хоть что-то Да Это момент Отлепился Очень хорошо Ушел Правда По-моему Был в офсайле Похоже Действительно Был в офсайле По отмашке Не было Бокового Так что Очень много движений В единицу времени Сделал Луис Гарси И сначала Рывок В сторону К воротам Потом пятился Спиной Подстраивался Под эту передачу Так что Тяжело ему конечно Было Попасть туда Куда он хотел На момент Симпатичный Кто-то из болельщиков Из нижнего яруса Голову подставил Сыграв дальше По левой бровке Атаки Арсенала За что Заработал Легкую порцию Аплодисментов От соседей По трибуне Ура Грубовато Здесь грубовато Действовал Хави Алонсо Хотя Стив Беннет Не усмотрел Там нарушение Нарушение Усмотрел Повода для желтой Да не увидел Нет Он по-моему Даже не остановил Игру Что аутом Дело обошлось Нет Просто мяч в игре Остался И он Даже никак Не прожестикулировал Относительно Этого момента Сандерос Ошибся Но Кромком Очень уж Поторопился С обработкой Этой передачи И снова Ошибка Теперь Фабрегас Хамон Много брака Много И здесь За дело Берет Санри Которого Брак Это Ждать И ждать Только Притащил Мяч Он ближе Чужим воротам А Дебайер Бросил аут И вновь Фабрегас Ошибся Ничего не скажет Двигается Крауч Борется Да Пытается Навязать Борьбу При подаче Штраф Все время Время В центре Прямоугольника Борьбу Пока Кром Кром Да Да, жесткий, шесточайший стык получился Хотя Туре летел не менее оголтело, чем его соперник на этот мяч Не стал бы я, конечно, обвинять Ворнака в излишней жесткости Нет, тут оба честно шли в этот бой На последнем повторе у меня было ощущение, что мяч сыграл у Ариев То есть, как бы он тут не виноват, да? Ну, опасно, конечно Ну, чуть-чуть посильнее бы Джеральд И, наверное, Ворнак ходил бы в штрафную, а так Видимо, в колено попал Ворнак Кала Туре Вот цена Кэмпбелла нет Машли Коула нет Сейчас шестифик Туре выйдет из троя Ну что, как считаешь, есть у нас достаточное основание Объявлять тех, кто в запасе находится у той и другой команды? Ну, во-первых, если иметь в виду канониров То тут одна замена уже проведена Уже Роберт Перес на поле вышел, да? Еще один его ареет есть Йохан Жору 35-й номер, совсем еще молодой 19-летний Ну, а также заявлен Мануэль Альмуни, голкипер Сонг Белон, камерунец И Денис Берком Вот такие товарищи Что же у Ливерпуля? То тут помимо Ежи Дудека Еще Джимми Трауре И остальные все ребята, которые должны атаку усиливать Харик Юйл, Робби Фаулер и Фернандо Марье Ну что, тем временем подымается Кулатуре И не спешит, конечно, делать замену Своему ключевому защитнику Арсен Венгер Конечно же, он стревожен Тем более, что И Сол Кэмпбелл И Эшли Коул Пока Совсем не готовы усилить команду По имеющейся информации Сол Кэмпбелл приступил К полноценным тренировкам В конце этой недели При лучшем раскладе он будет играть В конце месяца, да, в Лиге Чемпионской баталии Может быть Ну а насчет возвращения Эшли Коула в строй вообще никакой информации Жив и здоров И жизни радоваться умеет Мы на этой трибуне увидели в хорошей компании, скажем так, да? Да, похоже, аплодирует возвращению Туре Да, так и есть Вернулся его Ариец И единственная, наверное, возможная замена в лице Жоана Джуру Не потребуется По крайней мере Надо думать до перерыва Сейчас правильно сыграла Дубайон До корпус поставил Не стал упираться Потому что вряд ли бы Вообще до мяча дотянулся По Брегас по штрафную Глеб на подборе В левее нужно играть Не получается Он хотел, что называется, но не сумел Фоломини Фоломини Михаил Алонсо И еще кто, да? Все-таки надо, ребят, посерьезную Собрание Не обратите внимание Там же и Карр Игорь Прийти на пол Что же его, как говоришь, право имеющие А вот не убереглись Там, конечно, такая передача была по Брегасу После которой он Чувство выполненного Донда Может отдыхать До перерыва, по крайней мере Крауч Герард Хаман Здесь спокойно На выборе позиций действует Калатуре В рывке В рывке Адебайор Против него Ворнак Он молодец Он бьется Ворнак Но они его затаскают, конечно Тоже На Курнак Очень много Очень много приходится Работать Ворнаку Тем более, что Здесь Слева он Один В отличие от уже упомянутой Нами, да Правой бровки Где кромка Помогает Финнен Иногда даже они меняются Местами Мы видели Финнен шел вперед Вот Хаман ухоу На Глебе присуждает Беннет Гиди Хаман Недоволен А что поделаешь И видимо опять Анри Видимо опять Местная передача Под приход Защитников И Сандерос Да, все пришли Но Хорошей передачи Не дождались Последняя минута Первого тайма Вот она пошла Герард Ой-ой-ой-ой-ой-ой Очень здорово Конечно Примерился Он к этому Отскоку Да И неприятно Для Лемона Выскакивал Мяч Под Краучей И кого-то из игроков Обороны Арсенала Все-таки В полуметре Отдальней штанги Мяч прошел Опять, да? Доктрина Плохого сцепления Подтверждается Хави Олонсо Финан Джерард Луиз Гарсия Это пас В офсайд Да, Луиз Гарсия Мне казалось Что это клеер Против Органи Хотя Что еще делать? Не, ну Можно было Конечно Не поднимать Флажок В такой ситуации Да мне тут Кажется Офсайда Не было Натурально На одной линии Были Игроки Соперники Но Перестраховался Наверное Лайнсмен И Две минуты Остается Уже неполные Сыграть Первым таймер Командам Вот это Хорошее Противоборство Воздушное Крауч Фабрегас 15-го номера Да? Сколько там У них разница 15 плюс 15 Вроде Наверное Надо в разыщи В разыщи Так Сандерост Хаман Луис Гарсье Это плохой пас Это не Джерарду Не Краучу А на выход Лемону Лемону Ничего не понял Крауч В задумке Партнера Ну вот Наверное Последний Стандарт В первом тайме Думаю Что Стив Беннет Да Все-таки Выполнит Гостям Этот удар Поэтому Там и Рейна Могу Пойти Пока Останется Я думаю Это нерешительно Игроки Ливерпуля Пошли на этот Последний стандарт В первом тайме Вот все Да Первый тайм 1-0 Впереди Арсенал Ну и конечно же Автор Этого красивого Гола После передачи Фабрегаса Отдыхаем с вами И ждем Развития событий В тайме втором Продолжение следует...